Инвалидность и проблемы со здоровьем не повод сидеть дома. Такого мнения придерживается в Агентстве социально-культурных проектов. Специально для ульянца с ограниченными возможностями здоровья активисты некоммерческой организации провели первый в истории региона инклюзивный бал. У нас сегодня съехались все артисты нашего города. К нам приехали гости из Новоульяновска, люди с инвалидностью. У нас сегодня хороший творческий вечер, где они могут сегодня пообщаться друг с другом, познакомиться. Для гостей организовали шоу-программу с показом мод и выступлением музыкантов. Артистки театра мода «Властелина Колеса» украсили бал своим фирменным дефиле, представив коллекцию «Симбирский модерн». Творение дизайнера Светланы Семененко они продемонстрировали с присущим им достоинством и грацией. Мы, понимаете, несем такую как бы миссию, выполняем интеграцию людей с инвалидностью в общество. Мы идем в общество. То есть, несмотря на то, что у нас такое физическое положение, мы все равно хотим быть красивыми, хотим быть модными. Гости пришли отвлечься от каждодневной суеты и почувствовать себя успешными. Одним из них оказался 36-летний Николай Ермолаев, паралимпийский спортсмен и молодой отец. Потеря ноги не лишила его семьи и друзей. Врожденная сила воли не дала Николаю сломаться и деградировать. По его мнению, подобные вечера помогают воспрянуть духом людям, столкнувшимся с бедой. Такие мероприятия нужно затягивать тех людей, с которыми только недавно произошло какое-то несчастье, стали инвалидами, сели на коляску. Таких людей надо подтягивать, вытягивать, вдохновлять. Три фотозоны выступления танцоров и певцов и вкусный ужин. Все эти радости были организованы на средства гранта, которые выиграла некоммерческая организация. Благородную идею благотворительного мероприятия поддержала Ульяновская администрация. Участники балом довольны, а это значит, что мероприятие может стать доброй ежегодной традицией. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.